Константин Валентинович, а вы согласны с тем, что действительно то, что случилось, выпячивание Порошенко, своей собственной фигурой на этом объединительном соборе, и очень активная антирусская, антироссийская, антимосковская риторика, которая там звучала, это все бонусы, потому что есть мнение, что показали народу картинку, народ не понимает, и, соответственно, он купил общество, купил избирателей тем мероприятиям, которые 15 декабря в Киеве случилось. Значит, в секулярном сознании власть рассматривается как три единства двух-трех способов насилия. Первый способ традиционный, силовая власть. Если ты не выполнишь, я тебя убью. Посажу, арестую и так далее. Второй способ, кстати, все эти юридические измышления, все эти, так называемые, судебные, власть это лишь инструмент выявления объекта воздействия и оправдания по нему. Реально обсуждает власть силовая принуждение. Второй, вот ведь власти, это власть экономическая. Если ты не будешь выполнять мою волю, ты останешься голодным, нищим, никем. То есть все же санкции, которые в данном случае мы все видим. Я пытаюсь просто третье объяснить. Третья власть, я говорю, санкции это по государству, а народу это просто охота на ведьм, запрет на профессии и многое другое. Отключим газ, не будем голосовать. Третья власть, власть духовная, самая эффективная, самая мощная, наименее затратная. Власть учителя над учеником. Если ты не будешь слушать меня, тебе будет плохо. Если ты не будешь слушать меня, тебя ждет ад. Если ты не будешь слушать меня, ты не получишь знания. Я обладаю большим знанием, а у тебя этого знания нет. Вот слушай меня. Вот в этом секулярном сознании к религии относятся как к инструменту духовной власти. Причем они ее осознают как власть наиболее эффективную. И считается, что власть до той или иной территории захвачена с момента, когда установлена власть духовная. Контроль над душами, то есть, да. Вот то, что сегодня происходит на Украине, никакого отношения к православию не имеет. Это нормальный, цареушный или, может быть, просто, скажем, транснациональный проект по установлению духовной власти. Власть силовую они имеют, но она чрезвычайно затратна, наглядна и неэффективна. Власть экономическая, ну так себе, но она есть. Власти духовной у них нет. Вот они сейчас решают эту задачу. Поэтому Порошенко выполняет задачу Запада в первую очередь. Что касается влияния на выборы Порошенко, ну тут я немножко не соглашусь. Дело в том, что на Украине никакого значения мнения электората, в общем-то, не имеет. Основную роль играет изменение узкого круга олигархата, который решает свои дела. Порошенко крепко наступил на ногу практически всем крупным олигархам. И на него имеет большой зуб во все это сообщество. Поэтому у Порошенко, на мой взгляд, шансов на выборов немного. Поэтому он стремится их отодвинуть. Для этого ему нужна война. Чтобы ввести военное положение, отодвинуть выборы. Вот поэтому идут провокации на Азовском море. Вот сейчас ожидается, то и говорили, 14-го. Теперь вот 26-го, 27-го числа декабря ожидается наступление на Донецк. Вот сейчас будут раскручивать конфликт. Я полностью согласен, что обозначили врага в лице внутреннего врага. Вот там будут раскручивать внутриукраинский конфликт, чтобы это дело отодвинуть. А эти самые олигархи, которые сейчас Порошенко в контрах находятся, они не хотят как-то засовеститься и поддержать все-таки каноническую церковь? У меня неожиданная мысль. Нет. А зачем? Они же завязаны на Запад. Они ведь, в общем-то, это пауки в банке, которые грузут друг друга, но которые работают на хозяина. И они хотят быть просто лучшим инструментом реализации воли хозяина. И все. К сожалению, нашей страной, нашими лидерами была провозглашена и на протяжении 30 лет практически непрерывно проводится так называемая политика ситуативная и прагматичная. Слышали такую формулировку? А расшифруйте просто для зрителей, потому что явно не слышали. Ситуативная и прагматичная политика означает, что во главу угла ставится финансовый, скажем, материальный интерес, а ситуативная заключается в том, что мы не имеем четкой стратегии, мы действуем по ситуации. Вот, собственно, и все. Поэтому у нас быть не может, в принципе, стратегических союзников. Их, собственно, у нас и нет. И вызвано только этой политикой. Обеспечить это может только принципиальная политика. Принципиальная политика предполагает формулирование четких целей политических, четкое разграничение своих и чужих, четкое соответствие способов форм и методов действий условиям обстановки. Вот первый принцип. Поэтому принципиальная политика обеспечивает возможность создания стратегических союзников. Что происходит на Украине? Значит, на Украине надо четко зафиксировать, что никакими дипломатическими, финансовыми, отлейными кого-то поддерживать, еще другими шагами ситуацию не изменить. Ни с православной церковью, ни вообще с Украиной. В нынешних условиях вопрос с Украиной может быть решен только военным путем. Военный путь может быть двояким. Либо это будет гибридная война, когда будет взорвана ситуация изнутри с целью снесения этой хунты. Это можно было бы сделать значительно раньше. Либо прямой вооруженный конфликт с вводом войск, как это собирался сделать президент в 2014 году, 1 марта, когда просил разрешение, но не выполнил. Когда начали расстреливать мирных граждан, в российские войска туда введены не были. Все остальное отлукаво. Спасибо за внимание.